Здравствуйте, меня зовут Павел Фролов, я основатель компании Robo. Это свободная образовательная робототехника. У нас два продукта, это франшиза кружков Robo Club и Robo Class. Для того, чтобы правильно работала сеть наших кружков Robo Club, мы активно применяем CRM-системы. Мы наступили уже на все грабли, мне кажется. Я надеюсь, что на все, и больше мы не будем наступать. На которые только можно было наступить. И сейчас вот на примере тех факапов, которые проходили у нас в сети, я расскажу, как можно управлять клиентскими процессами в кружках и как этому помогают CRM-системы. Соответственно, когда руководитель решает выбрать CRM-систему, у него есть следующие задачи. Во-первых, вопрос выбора, как выбрать CRM-систему. Во-вторых, как интегрировать CRM-систему с остальными системами в кружке. Далее, как смоделировать клиентские процессы внутри CRM-системы. И как обучить или, может быть, даже заставить сотрудников пользоваться CRM-системой. И при выборе CRM-системы у вас есть следующий вариант. Вы можете попробовать написать свою CRM-систему. Вы можете купить готовый продукт. Обычно выбирают между Bitrix, AmaCRM и AlphaCRM. Вы можете адаптировать готовый продукт на рынке уже под особенностью деятельности кружка. И так появилась робот CRM. Робот CRM основан на AlphaCRM, скажу, забегая вперед. И наш путь внедрения был следующим. Сначала мы мучительно писали свою CRM-систему. Мы потратили больше миллиона рублей, заплатили программистам. В итоге все, что они нам написали, мы выкинули. Почему это получилось? Потому что нам день ото дня хотелось все большего и большего CRM-системы. И мы еще активно масштабировались. Когда у нас был один кружок, мы более-менее справлялись. Когда мы развили сеть на город, стало сложнее. Но программисты все-таки все наши хотелки реализовали. Там на город система тоже работала. Потом мы уже размасштабировались на страну. Стало очень тяжело. И программисты начали уже плохо понимать, собственно, как им оперативно менять CRM-систему под наши задачи. Потому что оказалось, что, ну, фактически мы увеличили сложность на порядок. А потом у нас еще возникли масштабированные другие страны. И сложность системы выросла еще на порядок. После чего программисты перестали в разумное время что-либо туда добавлять. А система начала быть неработоспособной в какие-то моменты времени. А для бизнеса это критично. CRM-система — это все. Поэтому, обжегшись на своей CRM-системе, мы какое-то время жили на таблицах в Гугле. Соответственно, таблицы в Гугле, они позволяют какое-то время продержаться. Параллельно мы тестировали, ну, как тестировали, мы пробовали внедрять там в разные кружки и Bittrex, и AmaCRM, и AlphaCRM. Соответственно, нам больше всего понравилось AlphaCRM. Позже расскажу, почему. И дальше мы на базе AlphaCRM создали свою кастомизированную версию под названием RoboCRM, которая фактически это AlphaCRM плюс наши бизнес-процессы, плюс телефония, плюс интеграция с социальными сетями, плюс интеграция с рекламными компаниями в интернете. Ну, собственно, мы очень здорово оптимизировали свои бизнес-процессы благодаря внедрению AlphaCRM, и нам не нужно, оказалось, пользоваться другими какими-то IT-системами, потому что в AlphaCRM было все, а, собственно, внешние IT-системы, такие как социальные сети, IP-телефония, SMS-ы, e-mail-рассылки и там воронку продаж, мы просто реализовали уже средствами AlphaCRM, у нас получилось RoboCRM. Соответственно, если все то, что я сказал, интеграция с соцсетями, IP-телефониями, там, SMS-ы, e-mail-рассылками реализовывать в каком-нибудь Bittrex или AmaCRM, это будет просто очень долго и дорого. То есть готовых модулей, которые все это дело реализуют, мы на тот момент не нашли. Может быть, сейчас они на рынке уже есть, но я уже в их стороне смотрю, мы уже полностью соответствующие на RoboCRM. И отдельная история — это то, что вы можете достаточно легко в любой CRM-системе автоматизировать воронку продаж. CRM-системы на это хорошо заточены, но потом-то вам захочется большего, потому что кроме воронки продаж в деятельности кружка, собственно, после продажи все только начинается. Вам необходимо контролировать посещаемость учеников, вам необходимо контролировать посещаемость преподавателей, вам необходимо выплачивать зарплату преподавателям. Очень хорошо, чтобы у родителя был у вас на сайте личный кабинет, через который он может получить уведомление о том, что пора оплатить следующий месяц ученика и, собственно, прямо в личном кабинете и оплатить. Соответственно, в обычных CRM-системах этого всего нет, и писать это настолько долго и дорого, что я бы на вашем месте и не пытался. Ну, либо приготовьте хотя бы 3 миллиона рублей на то, чтобы CRM-систему свою там написать и довести до ума. Соответственно, в том, что у нас в итоге получилось в Робо-ЦРМ, на базе Альфа-ЦРМ, мы смогли смоделировать не только воронку продаж, но и клиентские системы, клиентские процессы внутри системы. И там у нас есть следующая история. Во-первых, на этапе продажи в первую очередь люди приходят интересоваться только. И для того, чтобы они купили, с ними еще нужно поработать. Их нужно пригласить либо на родительское собрание, либо пригласить их на пробный урок, либо пригласить их, например, в летний лагерь или там каникулярный лагерь, либо есть те, кого наоборот лучше сразу же продавать. Ну, то есть сегменты разные, и, соответственно, мы очень много работаем с нашими менеджерами кружков для того, чтобы они понимали, к какому клиенту какой нужен подход и предлагали им разные виды продуктов. Дальше, следующий момент, который важен в ЦРМ-системе, это то, что происходит после продажи. Соответственно, мы ведем базу клиентов и ведем фиксацию всех контактов с клиентами, и контактом является также приход на урок. Соответственно, если ребенок пришел на урок, это очень важно, и значит все идет хорошо. Если ребенок не пришел на урок, то это очень плохо, потому что если ребенок пропустил два урока подряд, то это велика вероятность того, что вы этого ребенка потеряли как клиента, поэтому вам необходимо работать над тем, чтобы вернуть ребенка в ваш кружок. И, собственно, если он два занятия пропустил, вы уже почти его потеряли, и нужно специальную уже спасательную операцию проводить, чтобы ребенок вернулся. Звонить родителям, приглашать их там побеседовать, предлагать им как-то догоняющие занятия там в индивидуальном режиме и так далее. И следующая история — это автоматизация маркетинга. Соответственно, есть маркетинг, когда вы работаете с предварительными, заинтересованными людьми, но дальше еще такой же очень важный маркетинг с вашими клиентами, которые уже к вам пришли. Перед каждым занятием необходимо им прислать смс-очку, что сегодня у вас урок, не забудьте, адрес такой-то. После того, как есть еще каникулы, либо какие-то у вас дополнительные активности, про них тоже необходимо по всей клиентской базе доносить. Ну, это хорошо работает через автоматические рассылки, там, смс, либо мессенджером. Но иногда полезно даже и голосом позвонить. И, собственно, это тоже должно быть автоматизировано, потому что люди не хотят звонить голосом, их надо заставлять звонить. Соответственно, наладить регламенты так, чтобы отмечалось, когда управляющий кружка или там старший администратор поговорил с родителем и рассказал, а ваш ребенок делает успехи, а вот как вот, что вы думаете, а какой у вас там будет дальнейшая, там, траектория развития. И, собственно, CRM-система, она не только про технологическое решение, она и про информацию, которую вы храните в этой системе. И, собственно, вот эта вот информация, включая запись звонка, о том, как вот ваши сотрудники разговаривали с родителями, чего они обещали и как это было выполнено, это очень важно. И, собственно, робот CRM у нас получилось, в первую очередь, потому что мы очень много совершили факапов. Такие факапы вас ждут, когда вы будете масштабировать ваш бизнес. У вас будет много сотрудников, которые как-то в своем режиме, в своем понимании того, что правильно и что неправильно, будут общаться с клиентами. Первый и главный факап, который любой кружок делает, это не рассчитать свои силы. Дело в том, что цикл записи в кружке, он очень сезонный. И основные месяцы, на которые приходит запись, это сентябрь, ну, там, немножко конец августа, немножко начало октября. Тут все вам позвонят, все к вам придут. И вот в этот момент нужно быть готовым. Нужно, чтобы было достаточно людей, которые снимают телефоны, чтобы телефоны были через IP-телефонию настроены, чтобы они были подключены к CRM-системе, включая запись звонков. И дальше очень важно, чтобы вы выполняли свои обещания. Вы это как команда. У нас сплошь и рядом возникали ситуации, когда мы несколько лет назад этот бизнес запускали, когда приходили раздневанные родители, или у меня друзья там доносили, что, вы знаете, нам обещали перезвонить завтра в 5, и не перезвонили, например. Или вот говорили, что группа там запустится в следующий понедельник, она не запустилась, а нам не сказали, что она не запустится. Ну, и там самый выпивающий случай, когда преподаватель не приходит на урок, а группа сидит и его ждет. И, собственно, для того, чтобы все эти моменты исключить, CRM-система должна все это дело автоматизировать. То есть преподаватель должен видеть свое расписание, родители должны там видеть свое расписание. И тогда получается, что после того, как клиент сообщил, что он хочет с вами работать, и он в CRM-систему попал, получил доступ в личный кабинет, вам гораздо проще его автоматизированно информировать, если у вас там поменялось расписание, или там что-то случилось с помещением, и вы не можете начать выговоренные сроки. Или, наоборот, группа не набралась, и вы могли бы начать, но не начинаете, потому что хотите работать в плюс, а не в минус. Все эти вещи CRM-система позволяет активно решить. Следующий вопрос, вот что хорошо удалось сделать как раз на базе робо-CRM, то, что огромное количество людей желает общаться с вами через ВКонтакте, например, через личные сообщения. И когда у вас есть распределенная сеть кружков, ну или даже хотя бы один кружок и несколько человек, очень сложно качественно обеспечить выполнение обещаний, которые были сделаны, например, в личных сообщениях ВКонтакте. Поэтому вся эта личная переписка с клиентом ВКонтакте, она тоже должна быть в CRM-системе. Чтобы открыть, открыв карточку клиента, вы всегда видели любой ваш человек, что вы вообще как команда пообещали, а свои обещания надо выполнять для того, чтобы клиенты были счастливы и рекомендовали вас другим, своим друзьям. Ну и, собственно, у нас в робо-клубе есть служба заботы партнеров, которая помогает нашим партнерам во франчайлингности робо-клуба достигать высоких результатов как раз за счет того, что наши менеджеры мониторят CRM-системы наших партнеров и дают им ценные советы, подкрепленные опытом, что им нужно делать для того, чтобы их клиенты были максимально счастливы, а их кружки были максимально прибыльные. Соответственно, как избежать рисков и сосредоточиться на масштабировании бизнеса? Очень просто. Не нужно изобретать велосипед, а лучше взять уже готовое проверенное решение, которое позволит вам избежать факапов и максимизировать вашу прибыль. Ну, буду рад продолжить с вами общение в соцсетях, либо по телефону, ищите меня, я абсолютно открыт для общения. Спасибо вам, до новых встреч.